Ты чел современный и геймер реальный, виснишь часами в сетях социально. Неважно ты чикса, а может пацан, все покупаем в компании Титан. Сеть комиссионных магазинов Титан. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. В Кирово-Чапецком районе сотрудники полиции за незаконный оборот наркотиков задержали любителя дурманящего гербария. Мужчина выращивал себя на участке МАК. Подробности этого происшествия, а также другие, наиболее важные за неделю в нашей рубрике «Сводка». 18 июля в Кирово-Чапецком районе полицейские нагрянули в гости к ранее судимому местному жителю, который выращивал у себя на участке МАК. У мужчины изъяли около 2000 кустов наркотического растения, что является особо крупным размером. Самого любителя дурманящего гербария задержали за незаконный оборот наркотиков, возбудили уголовное дело. Также за употребление наркотиков мужчину оштрафовали на 4000 рублей. Рейды проводятся в области в рамках операции МАК. На днях завершился ее первый этап. В ходе операции выявлено, задокументировано 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Из них 10 уголовных дел, возбуждено 10 уголовных дел по фактам незаконного культивирования наркотиков, содержащих растений. По 5 фактам возбуждены уголовные дела, связанные с незаконным хранением наркотических средств. В рамках первого этапа из незаконного оборота изъято более 1 килограмма наркотиков растительного происхождения. К административной ответственности привлекли 16 нарушителей. В Кировской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 6 августа в полвосьмого вечера на трассе в Кирово-Чепецком районе. 63-летний водитель Рено Логан выехал на встречную полосу, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия водитель автомобиля погиб. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Родственники погибшего мужчины разыскивают очевидцев этой аварии. Если у вас есть информация, позвоните по телефону на экране. В Кирове будут судить председателя Совета ветеранов общества «Динамо» Николая Лысого. 66-летнего мужчину обвиняют в совершении нескольких преступлений в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, с 2015 по 2018 годы он неоднократно совершал развратные действия и действия сексуального характера в отношении детей и подростков. В итоге пострадали 8 детей в возрасте от 9 до 15 лет. Все происходило в районе Филейки. При совершении указанных деяний обвиняемый осознавал, что его действия оказывают отрицательное влияние на физическое и нравственное развитие несовершеннолетних. Как отметили в Следственном комитете, Николай Лысов является специалистом по работе с ветеранами отдела спорта высших достижений и работе с детьми и ветеранами общества «Динамо». В ходе расследования уголовного дела была назначена психиатрическая экспертиза, которая показала, что он вменяем. Следователи собрали все доказательства вины Лысова, однако он сам ее признал частично. Теперь пенсионера ждет суд. 4 августа в квартире на улице Современной нашли задушенную 40-летнюю квартирантку. Женщина снимала в доме жилье. Следователи вместе с полицейскими в кратчайшие сроки вышли на предполагаемого убийцу. По версии следствия, накануне трагедии к женщине пришел ее знакомый 33-летний мужчина. Он был пьян и устроил скандал, а впоследствии задушил ее. После этого скрылся. По факту убийства возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого, а расследование продолжается. Алина Котрихова, место происшествия.